Итак, мы только что с вами разобрали на сегодняшний день 8 точек развития вашего стартапа, которые собираются на первой странице стартапа. То есть первая страница стартапа, она является как бы, мы ищем это слово, никак не можем его найти, это может быть устав, или лицо, или оглавление, или краткая аннотация, или вот как бы краткая слепок, или суть что ли вашего бизнеса или стартапа. Точка сборки. Точка сборки может быть, вот это прям та информация, которая по сути указывает, ну, собирает все самое важное в вашем стартапе. То есть, зачем она нужна? Она нужна для того, чтобы быстро и четко понять суть того, в чем у вас стартап. Если, и как это использовать? Вы распечатываете первую страницу стартапа и приносите ее по вторникам на игру Телин, там, где мы генерим идеи. Потому что, когда вы делаете вводную, в какой-то нюанс своего вопроса, если вы перед этим раздали участникам первую страницу, и люди пробежали глазами заполненную вашу первую страницу, они с большей глубиной и точностью смогут генерить вам идеи относительно того, относительно решения вашего животрепещущего вопроса. И имеет смысл первую страницу все время дописывать. Также, первая страница, заполнение первой страницы стартапа дает вам четкое, ясное, структурное представление о том, как говорить о своем стартапе. Вы должны говорить быстро, четко и ясно, в чем бизнес-идея вашего стартапа, в чем бизнес-гипотеза вашего стартапа, какие конкуренты. Вашу нишу, под нишу. То есть, когда вы это заранее определили, вы можете быстро, четко, ясно, лаконично описать свой стартап. А это означает, что вы можете быстро, четко, ясно, лаконично, быстро присоединить человека к идее и идеологии вашего стартапа. А это означает, что вы можете получить помощь и поддержку. Чем больше и точнее будет знать человек, который захочет вам помочь о вашем стартапе, тем он точнее и больше сможет вам помочь. Вот причина, вот за этим мы заполняем первую страницу стартапа, за этим она особенно важна. Ну что ж, welcome, добро пожаловать в Fibesquare Day.